Ивасик! Ивасик! Здесь его нет. Что-то случилось. Надо посмотреть, может он где-то прячется. Свежие следы. Ивасик побежал туда. Он спасался от чего-то. Ивасик, проснись. Что? Что? Ой, ведьмак, но ты меня и напугал. Я уж думал, опять эти вредные бабы. Я убил нескольких возле твоей норы. Ведьмы их наслали в наказание. Ты перешел дорогу ведьмам? Я им противился. А они такого не любят. Что ты сделал-то? Ступился за бабушку. Она всегда была добра к детям. А я без них бы помер тут со скуки. Я просила ведьмам, чтобы они не обижали бабушку. А они обозлились, что она не уследила за детьми. То есть ты видел, что произошло с бабушкой? Она случайно просыпала в золу маковые зерна. Ну, я пришел помочь отделить их. Мать природа дала мне маленькие ручки. Так что мне проще. Перебираем, работаем. Бабушка что-то там плетет. И вдруг, как завопит. У нее на руках знаки стали светиться. Она закричала, чтобы я прятался. Влез я в сундук. А мигом позже вошли ведьмы. Пряха отрезала бабушке прядь волос. И сказала, что это в наказание за детей. А потом ведьмы спустились вниз. Через дверь в полу. Ты так и сидел в сундуке, покуда ведьмы не ушли? Я собирался. Сиди тихо, говорю себе. Пока не уйдут, не шелохнись. Как вдруг бабушка упала на землю, как подкошенная. И начала вопить и рвать волосы. Я не знал, что делать. Вылез из сундука. Хотел дать ей тех травок, которыми она лечила детей. Только это уже была не она, а чудище. Так ты дал ей травы? Не успел. Потому как ведьмы вернулись. Я упал на колени, умолял, чтобы они ее простили. Но кухарка сказала. Мальчик не слушался. Нельзя говорить нет, если сестры говорят да. Ошибтуха на это. Беги, Ика, маленький, пока у тебя ноги не сгнили. И все начали смеяться. А я дал деру. Видно, тебе повезло, раз ты сбежал. Сбежал-то сбежал, но ненадолго. Если мне шкура еще дорога, придется забыть о моей милой норе. Ведьмы-то знают, где меня искать. Может, попробуешь уйти вглубь болот? Ох, разве что так. А ты что будешь делать? Попробуй разобраться с этим погребом. Думаю, это ключ к тому, что стало с бабушкой. Поможешь ей? Может, еще не слишком поздно. Спасибо за помощь и удачи. Взаимно. А если тебе по дороге еще встретятся эти водные вавы, накостыляем как следует от моего имени. Ты узнал что-нибудь? Хоже, все, как я и думал. Ведьмы наложили на твою мать, проклятие. Они отрезали у нее прядь волос, а потом спустились вниз. Домом есть какое-то тайное подвало. В таком случае не будем терять времени. Я работаю один. Это касается всех нас. Мы ведь не знаем, что там. Отряд охотников наделает больше шума, чем один ведьмак. Я представляю церковь Вечного Огня на этих землях. И мой долг тебя сопровождать. Ладно. Но только ты. Остальные пусть останутся с Анной. Я пойду вперед. Если наткнусь на что-то интересное, я скажу. Хорошо. Веди. Во имя Вечного Огня в жизни столько не видел. Во имя Вечного Огня в жизни столько не видел. Ты знаешь, что это? Выглядит довольно гнусно. Это обряд черной магии. Колдуньи заклинают кукол, чтобы получить власть над человеком. Они вплетают в них человеческие волосы. Значит, мы можем освободить Анну с помощью куклы, которая ее изображает? Это единственный способ, но очень рискованный. Видишь? Видишь, волосы вплетены предметы. Вещи — это как бы символы людей. Надо найти куклу Анны и забрать ее отсюда. Откуда ты столько об этом знаешь? Из книг по черной магии. Сперва мы их просто сжигали. А потом решили, что их стоит сперва читать. Значит, отравляете свои помыслы ворожбой и суевериями. И что по этому поводу думает Иерарх? Ты его видел? Нет. Вот и я тоже. Раз это так опасно, значит, придется выбрать правильную куклу с первого раза? Я за это не возьмусь. Я не знаю Анну. Ты разузнал о ней больше, тебе проще выбирать. Так. Ну давай взглянем на куклы. У этой красной бусины. Похоже, и бусина сила Анны. Как и половина женщин от Новиграда до Венгерберга. Да. Пожалуй, взгляну на остальные. В эту куклу воткнуты птичьи перья. Я бы скорее предположил, что она символизирует Филиппу. Филиппу? Филиппу Эйльхарт? Если так, то... Успокойся, это просто мои ассоциации. Филиппа слишком хитрая, чтобы попасть в лапы к ведьмам. Кроме того, мы здесь не ради Филиппа, а чтобы спасти Анну. И между ней и птичьими перьями я не вижу никакой связи. Может и так. А если здесь есть какой-то подвох? И эта кукла и вправду символизирует Анну. Сомневаюсь. Вряд ли ведьмы этими куклами собирались кого-то обманывать. Нужно осмотреть остальные куклы. Так это и прикреплено... Человеческое ухо. Наверное, это ухо какого-нибудь селянина. У Анны оба уха на месте. Верно. Давай осмотрим остальные куклы. А это интересно. Кукла с каким-то цветком? Что в ней такого? Это не какой-то цветок, а фиолетовая мальва. Барон как-то обмолвился, что это любимый цветок Анны. Думаешь, это та самая кукла? Я уверен. Возьму ее. Быстро! Наружу! Мама, ты вернулась. Теперь все будет хорошо. Родная, я умираю. Она бредит. Она не понимает, что происходит. Ты еще очень слаба. Тебе надо отдохнуть. Нет. Послушайте. Ведьмы, я до конца должна была оставаться чудовищем. Вы расколдовали меня. И теперь я должна уйти. Ведьмак! О чем она говорит? Ведьмы нас перехитрили. Их проклятие – смертный приговор. Его невозможно снять, по крайней мере так, чтобы Анна осталась жива. Можно было ненадолго прервать его, но оно осталось в силе. Что? Что это значит? Она умирает. Хорошо видеть вас вместе. Прости меня за все. За все прости. Мама! Помнишь, как мы были на Ине? Помню. Мы ели сладкие сливы, а на тебе было голубое платье. И ты сплела мне венок. И мы все время смеялись. Такой. Меня и запомни. Нет! Благодарю тебя. По крайней мере, они с ней попрощались. Жаль. Я больше ничего не смог. Идем, дитя. Вечный огонь принесет тебе успокоение. Оставь меня. Плату заберешь во Вроницах. Это не твоя, Анатолия. Я знаю. Но от этого не легче. Со временем боль уйдет. Хотелось бы в это верить. Побудьте с ней. А потом мы ее похороним и вернемся в Элиград. Хорошо. Что тут случилось? Не видишь? Повесился человек. Он был пьян? Ага. Я всегда говорил, что водка его погубит. Если приходится выбирать между меньшим и большим злом, я предпочитаю не выбирать вовсе. Но иногда ставка слишком высока. Иногда нужно выбрать большее зло, чтобы совершить хоть малое добро. Я не знал, что спасение детей из деревни на болотах приведет к смерти Анны. Я даже подумать не мог, что барон оставит тело жены и повесится на простой конопляной веревке. Иногда нужно принять решение и не оглядываться назад. Всех своих любимых он потерял. Вот жизнь ему и опротивила. Не похоже, чтобы тебя и твоих ребят это сильно расстроило. А что нам, сидеть и плакать? Барон был хорошим солдатом. Но как засел во Вроницах, здорово размяк. Ну, теперь-то мы тут новые порядки заведем. Могу представить. Вот ты все говоришь, откуда знаешь? Значит, здесь ночевала Цири. Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Неясная природа проклятий. Лидия Ван Бредеворд. Откуда у нее такое? Бах, Рома. Бах, Рома? Ты Гретка? Я. А ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Это не твоя? Волчок. Где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что я пришлась уехать. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь. Значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашиваю. Но он сказал, что я маленькая, и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зеленый камешек. Ух ты. Красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Ну, иди играй дальше. А я не играю. Я помогаю. Ты убьешь всех чудовищ? Всех? Я в стаканчик накатил. Вот я у тебя. Я в стаканчик накатил.